Витаю всех глядачей и подписчиков. Канал «Сейчас». Я Ивана Кырыки и рада видать на стриме о Типури. Разум земной, Михаил Крутихин, экономичный аналиток, фахивайте из нафтогазового рынка. Михаил Иванович, рада вас видеть, рада приветствовать. Благодарю, что находите время и возможность присоединяться. Спасибо за приглашение. Добрый день. Ну что ж, будем разбираться, что происходит сейчас с ценами на нефть, потому что в понедельник мировые цены выросли на 4% до где-то 86-88 долларов из-за опасений, что будет дальше распространяться на весь Ближний Восток, который сейчас происходит. Потом цены начали, немножечко начали обкат вниз. Вот что сейчас характеризуют цены на нефть, какие будут колебания в ближайшее время, от чего это зависит и может ли быть побит рекорд понедельника, когда было 88 долларов. Ну вот тот взлет, спекулятивный взлет на рынке нефтяных фьючерсов, он был продиктован действительно действиями участников этого рынка, которые выслушали сообщения о том, что происходит на Ближнем Востоке и поняли, что там может обостриться обстановка, которая не исключено, что затронет и нефтяные потоки из этого региона. Все это ничего не затронуло. И когда говорят сейчас о том, что вы посмотрите, там чуть ли не на 3,5-4% поднялись нефтяные цены, чуть ли не мгновенно, забывают о том, что перед этим в течение недели нефтяные цены сокращались примерно на 15% в общем. То есть общая тенденция – это некоторое сокращение, а не повышение нефтяных цен, что мы сейчас после того, как спекулятивный всплеск вот этот прошел, что мы сейчас и наблюдаем на этом рынке. Там идут некоторые колебания, как всегда, но общая направленность пока – это не на повышение, а на снижение цены. Кто главный, вот спекулянты, да, получается, главный выгодополучатель от вот этого скачка резкого на несколько дней? Ну, здесь, конечно, спекулянты поработали, которые очень хорошо понимают, что работать нужно на сообщениях, способных вызвать панику, политическую панику, любое политическое событие такого масштаба способно повлиять на рынки. И тут, конечно, все ухватились за такое сообщение и сделали довольно интересную игру, получив немалые прибыли. Министр финансов Соединенных Штатов Америки обратила внимание на то, что Россия обходит нефтяные санкции и заявила о том, что США сейчас готовится принять жесткие меры, чтобы помешать в этом обходе. Ну и мы хотим убедиться, говорит она, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к ценовому потолку. Речь идет о соблюдении действующих ограничений. Они только заметили механизмы обхода? И, собственно говоря, вот как это все трактовать? Да нет, заметили-то они уже все это давно, что существуют механизмы обхода и что появилось огромное количество компаний, которые поняли, что никого не наказывают. В этой обстановке можно работать с российскими экспортерами нефти и как-то пренебрегать условиями, которые поставили авторы санкций. Сейчас, я думаю, единственное, что могут сделать те же американские администраторы санкций, это выбрать кого-то для показательного наказания. Вот уже сейчас прозвучало... Одну конкретную компанию, на примере которой они... Ну, несколько компаний. Несколько компаний. Вот как это было, когда вдруг стали нарушать финансовые санкции против Ирана, поймали один банк, крупный банк, и его серьезно наказали. И после этого на длительный период вот эти санкции соблюдались. Сейчас, судя по всему, в Соединенных Штатах приняли аналогичные решения и кого-то будут наказывать. Судя по всему, вот начнут с одной из крупных торговых компаний, зарегистрированной в Сингапуре, которая давно работала с российской нефтью, очень плотно работала. Там было много дочерних фирм у этой компании, и в части этих дочерних фирм раньше были российские участники, начиная с компании «Роснефть». Потом, когда начались санкции против России из-за войны, развязанной на украинской земле, тогда эта компания сказала, нет, все, с Россией никаких дел не имеем. А тут ее вновь уличили в том, что действительно она, вроде бы, завышая, нарушая вот этот потолок цен, работает с перепродажей российской нефти. Наверное, это будет первый кандидат, а затем пойдут и несколько других. Не исключено, что на какое-то время такие показательные порки накажут. Остальные компании как-то будут на это реагировать? Мгновенно? Нет, мгновенно вряд ли. На какое-то время испугаются. Снизится масштаб тех нарушений, которые мы сейчас наблюдаем. Но дальше американцам придется придумать какие-то новые способы для того, чтобы справиться с нарушителями санкций. С танкерным флотом, да, российским, который все-таки продолжает существовать, в одном из пакетов санкций европейских обещали разобраться, но так ничего не случилось. Более того, вот на этом энергетическом форуме, когда выступал Путин, он даже этим кичился и говорил о том, что Россия, мол, увеличила танкерный флот, созданы механизмы страхования, перестрахования, благодаря этому удалось выйти на новые рынки. Вот о чем свидетельствует такое заявление? И почему, ну, вот, собственно говоря, никакие меры не были приняты и не принимаются по поводу этого теневого флота, политических, который существует? А это не Россия создала флот. Это вот группы российских бизнесменов и чиновников за границей зарегистрировали множество самых разных судоходных компаний, крошечных совершенно. Часть этих компаний получила как бы в наследство танкеры, которые были в распоряжении России, государственной компанией, Совкомфлот, например, и других компаний. И они сейчас работают как частные фирмы, перевозя российскую венефть. А когда Путин говорит, что это Россия, владеет этим флотом, ну, не владеет она этим флотом. А этот флот находится в частной собственности коррумпированных чиновников, его приятелей и нефтяных компаний. Поэтому да, они работают. Но на самом деле эти танкеры принадлежат и греческим компаниям, арабским компаниям, сингапурским компаниям. То есть вот и доходы, которые они получают от транспортировки нефти, в том числе и скрывая реальную цену этой нефти, эти доходы остаются там, за границей, не возвращаются в Россию. И гордиться тут Путину абсолютно нечем. Когда Путин говорит, что научились страховать, перестраховывать нефтеналивные грузы, то здесь есть тоже некоторая деталь, есть нюанс. Потому что это до первого случая. Дело все в том, что у российских государственных компаний, которые занимаются страхованием и перестрахованием, у них нет такого капитала, чтобы покрыть реально крупную аварию, которая причинит большой ущерб окружающей среде. Ну все помним, вот была авария у ExxonMobil, вот один из танкеров, там страховые выплаты составили больше 8 миллиардов долларов. У тех компаний в России, которые занимаются страхованием и перестрахованием, больше полутора миллиардов нет. То есть серьезную аварию покрыть они не в состоянии. Еще вот к заявлениям, которые делал Путин, он сказал, что якобы европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти и газа, и в результате, мол, по его оценкам, сейчас экономика в Евросоюзе находится на нулевой отметке. Прокомментируйте, пожалуйста. Во-первых, какая реальная ситуация сейчас в ЕС? Насколько страны Европы готовы без российской нефти пережить этот зимний сезон и российского газа? Ну и, собственно говоря, чем вот это заявление премилевского диктатора продиктовано? Ну, я поправлю здесь. Во-первых, он говорил о газе в данном случае. Вот европейцы переплачивают за газ, могли бы пользоваться российским газом, они от него отказались. Ну, тут сразу много непонятного. Первое, европейцы не отказывались от российского газа. Никаких санкций, бойкотов, эмбарго против российских поставок газа не было, никто их не вводил. Это Газпром по личному указанию Путина закрыл поставки газа, сначала сократил, потом перекрыл по многим маршрутам и ушел из Европы. Это Газпром ушел, а не европейцы отказались. Так что Путин врет. Второе, когда Путин говорит, что вот они вынуждены переплачивать за газ. Вот когда Газпром поставлял газ в период высоких цен в Европу, ну, там цены доходили чуть ли не до двух тысяч долларов за тысячу кубометров газа. А сейчас мы посмотрим, 240-230 долларов. Это как-то они переплачивают. Вот когда Газпром им газ поставлял, ну, где-то по полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. Вот тогда они переплачивали. А сейчас, когда все нормализовалось, и у них нормальные поставки газа и сжиженного газа, и трубопроводного газа, и когда сами научились экономить расход газа, то цена-то упала, а не поднялась. Так что Путин врет опять. То есть, если сравнивать предыдущий, да, отопительный сезон в Европе и этот, в этом году ситуация намного лучше. Ну, когда не просто лучше, она и тогда была не такой плохой в предыдущий сезон. Вот два сезона тому назад, вот когда Газпром только начал уходить реально, европейцам приходилось тогда переплачивать, чтобы получить больше газа от торговых компаний, которые поставляли его в Азию, чтобы переманить этот газ из Азии. Обстановка изменилась. Сейчас разница в ценах в Азии и в Европе не так велика, и спрос на жирный природный газ тоже не панический никакой, это не ажиотажный, а спокойно работает рынок, не видно никакого дефицита. Мало того, Европа на будущее заботится о том, чтобы у нее был газ. Вот только-только французская компания Total Energy заключила соглашение с Катаром, с катарскими партнерами на 27 лет, начиная с 26-го года, о дополнительных поставках жирного природного газа. И контракты такие, и длительные, и краткосрочные, они заключаются, и Европа себя газом на будущее даже уже в значительной степени обеспечила, гарантировав свою энергетическую безопасность. Чего она не могла гарантировать, пока командовал очень большими потоками газа один Газпром вместе с Путиным. То есть шансов у Газпрома на выгодных для себя условиях сейчас вернуться на европейский рынок уже нет? Да нет, Газпром может вернуться на европейский рынок, предложив большие скидки, предложив низкую цену. Он может это сделать. Есть инфраструктура, работоспособная инфраструктура. И через Беларусь и Польшу, в Финляндию, через Украину работает, замечательно работает газотранспортная система Украины. Газпром может это увеличить, но ему придется конкурировать, резко снижать цену, если он будет поставлять газ тем же самым потребителям, с которым он давным-давно работал. Кстати, о Польше. Глава польского нефтяного концерна Орлен заявила о том, что Польша решила забрать у Газпрома часть газопровода Ямал-Европа. Что это означает? Ну, все правильно. Там возник спор, когда Газпром стал произвольно работать. У него был половинный контроль над польским участком газопровода Ямал-Европа. Совместное предприятие с поляками было такое. И Газпром там повел себя не вполне цивилизованно, когда стал ограничивать поставки, регулировать поставки, потом стал требовать оплаты в рублях. В общем, вот контроль Газпрома над долей в этом совместном предприятии был приостановлен. Это не была национализация. Это был... Вот забрали контроль, чтобы восстановить, ну, как бы нормальную работу. Из-за этого были введены санкции против вот этой польской компании, партнера Газпрома. Мол, дескать, она вот плохо себя ведет. А сейчас поляки посмотрели, у них есть бесхозный совершенно кусок собственности в этом совместном предприятии. И решили отдать его вполне цивилизованной польской компании Орлен, которая давно в Северной Польше работает, эффективно работает. Так что у этого газопровода есть эффективный собственник. И газопровод сейчас работает не в направлении прокачки газа через Россию, Беларусь, Польшу, Германию, а работает в обратном направлении, когда полякам нужно больше газа, то они спокойно вот по этому маршруту покупают его из Западной Европы через Германию, через границу Германии. Поэтому, да, это работоспособный газопровод и смена собственника гарантирует вот эту кампанию от политических капризов «Газпро». Еще не закончилось расследование по диверсиям на Северных потоках, что произошло в прошлом году, как очередное сообщение о повреждении газопровода «Балтик Коннектор». И ночь на 8 октября это выводит в строя газопровод на несколько месяцев. Ну вот, очевидно, многие из МИИ писали сразу, что выгодополучателем от этого есть Россия. Ну, сейчас проводится расследование. Но выведение строя этого газопровода даже на несколько месяцев что означает? Ну, 5 месяцев будет продолжаться ремонт, как сейчас стало известно. Это означает, что по трубе нельзя будет прокачивать. Там максимальная пропускная способность этой трубы 2,5 миллиарда кубометров в год. Ну, примерно 2,5 миллиарда кубометров в год. И очень эффективно все это работало, когда вот Эстония с Финляндией, ну, в общем, страны Балтии, не только Эстония с Финляндией обменивались газом так, чтобы все нормализовать. И теперь просто Эстония... Ну, Эстония-то справится. У нее положение более или менее нормальное. А у Финляндии придется несколько увеличить закупки на эти 5 месяцев сжиженного природного газа. Терминал готов это принять, и поэтому там тоже энергетических кризисов не намечается. Рубль, да. И как он реагирует сейчас на события и в России, на ближайшую перспективу. Тут, когда задавала вопросы экспертам, а как, ну, как вы оцениваете, да, там, валдайскую речь Путина, что он произнес, наверное, самым ярким маркером это было то, как начал реагировать рубль. Потому что именно вот с момента выступления Путина на Валдай и в последующие дни резко начался обвал рубля. Как считаете, какие механизмы и будут ли какие-то механизмы сдерживания, и насколько это отразится в целом на экономике в ближайшее время? Ну, мы вот утром видели, как вдруг стоимость доллара на российском финансовом рынке резко упала. Почти на 4%. Ну, 3 рубля как минимум и уже не 100, а 96-97 рублей за доллар. Произошло это по одной единственной причине. Путин своим указом заставил продавать валютную выручку компаний сразу многих секторов, включая нефтегазовый сектор. Вот если у них есть валютная выручка, теперь они обязаны ее продавать. Мера временная, якобы, вводится всего на несколько месяцев. Но, когда участники финансового рынка поняли, что возможно валюты будет больше, то вот эта валюта стала падать в цене и начались большие игры опять. Валюта-то это еще не поступила на рынок, но там уже начались схватки за определение справедливой цены. Надо только учесть, что вот, когда говорят валюту будем продавать, в России будет больше рублей, долларов и евро, то там в этой валюте, которую надо продавать компаниям, очень немного. Там юани, там индийские рупии. Вот схватки на российском финансовом рынке ведутся вокруг юаня, в основном они вокруг доллара. А доллар там вот по разным кросс-курсам, вот он просчитывается и выявляется какая-то стоимость доллара в рублях. На самом деле торг идет в основном в юанях. И посмотрим, что будет с курсом. Но я думаю, что это действительно временная мера, она на какой-то срок, эксперты говорят, что среднесрочная мера, на какое-то время она сдержит падение рубля, но для нефтяных компаний, которые занимаются экспортом, это очень-очень плохо. Я думаю, будет сопротивление нефтяных компаний. Во-первых, нефтью выручку будут все-таки возвращать, будут схемы какие-то дополнительные будут включать для того, чтобы этим не заниматься. И во-вторых, это повлияет на экспорт. То есть нефтяные компании, возможно, будут придерживать или даже сокращать добычу для того, чтобы не терять деньги. Ну, а если речь идет о сокращении добычи, ведь сокращение добычи уже началось, и консервация этих скважин, это может поставить крест в принципе на нефтяной отрасли России? Нет, близко такой. Да, вот где-то приближается этот момент, но он еще очень далеко. Некоторые компании действительно прекращают существование. Вот очень хороший пример компания «Варьоганнефтегаз». Это компания, которая принадлежит так называемой «Руснефти» Михаила Гуцереева. Это была мощная компания, несколько тысяч человек работали. Поселок Радужный в Западной Сибири был освоен, который превратился в город. Этот город зависит от этой компании. А сейчас в этой компании работают не несколько тысяч человек, это не градообразующие предприятия, там 47 человек осталось. То есть там кончилась фактически нефть, ей больше нечего там добывать. Это один из примеров. И таких компаний в Западной Сибири, в Ханты-Мансийском автономном округе довольно много, которые уже сейчас испытывают большие проблемы с добычей нефти. Вот постепенно по объективным причинам, во-первых, то есть ухудшается качество оставшихся запасов, а второе, по субъективным причинам, потому что нефтяные компании резко наращивают высасывание этих оставшихся запасов из недр для того, чтобы надышаться перед смертью. То есть как можно больше этой нефти успеть продать, прежде чем вот эти запасы с низкой себестоимостью добычи, они закончатся. Ситуация вот такая. Ну что ж, следим за развитием событий. Михаил Иванович, благодарю вас за, как всегда, интересный прогноз. Рад вас видеть на канале сейчас. Вам спасибо. Всего доброго. Михаил Крутих, я не экономичный аналитик, похиваясь из нафтогазового рынка, был разом из нами у тих пор, традиционно наших глядачей запускает поддерживать этот стрим своим лайком, комментарием, ну и, безумовно, подписывайтесь на канал сейчас. Ценуемо згородный звезок с каждым из вас. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова